Правда ли, что сына Хрущева расстреляли за измену родине? Леонид Хрущев пошел добровольцем в армию еще во время Советско-финской войны. В 1943 году он был уже старшим лейтенантом гвардии, летчиком-истребителем. В марте он отправился на боевое задание, с которого не вернулся. В апреле Сталин приказал считать его погибшим. Был издан указ о награждении храброго офицера орденом Отечественной войны первой степени. Но через несколько лет после начала кампании Никиты Хрущева против культа личности Сталина поползли слухи о том, что Леонид Хрущев вовсе не был героем. Смерть в бою официальная версия о гибели Леонида Хрущева изложена в его личном деле. Боевой офицер, уже в ноябре 1941 год представленный к награждению орденом Боевого Красного Знамени, с 19 декабря 1942 года командовал звеном в 18-м гвардейском истребительном полку. 11 марта следующего года его самолет был сбит в районе города Жиздро. Тогда это была Смоленская, а сейчас – Калужская область. Командир эскадрильи написал в рапорте, Два наших самолета – ведущий гвардный старший лейтенант Замарин и ведомый гвардный старший лейтенант Хрущев – были атакованы двумя фоке-вульфами 190. Завязался воздушный бой на высоте примерно 2500 метров, пары на пару. Немецкий самолет вел огонь по самолету Хрущева. Замарин начал стрелять по врагу из пулемета, немец, увидев свое невыгодное положение, отвалил от Хрущева и, атакуемый Замариным, пошел на юг. Когда Замарин вернулся, он не обнаружил Хрущева. Вдали шли наши самолеты, Замарин решил, что Хрущев среди них, и присоединился к общему строю. Однако Хрущев в строй не вернулся. Поиски тела или обломков самолета также результатов не дали. Родителям пришло скорбное письмо. Командующий 1-й воздушной армии Худяков писал, «Обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляет нас сделать скорбный вывод, что ваш сын пал смертью храбрых в воздушном бою». Позднее том, что падение самолета никто не видел, а обломков не нашли, послужило предметом многих домыслов. Однако во время войны счет истребителей, прошедших по графине вернулись, задание шел на тысячи. Самолеты часто были некачественными, собранными в сложных условиях, а летчики из эскадрилья сосредотачивались на управлении своим самолетом и не успевали заметить, что происходит вокруг. Согласно докладу Замарина самолет Хрущева вошел в штопор. Но у него была возможность использовать парашют, а при удачном стечении обстоятельств, вывести самолет из штопора. Эти формулировки позже дали пищу для многих версий. Расстрелян за измену родине громкая версия вызвана к жизни осторожным отчетом Замарина. Полагают, что Леонид Хрущев смог посадить самолет, но попал в плен. Дальше история становится почти детективной. Сталин якобы приказал выкрасть сына Хрущева, чтобы тот не рассказал врагу ценные сведения о жизни кремлевской элиты. Выкрадывать было поручено знаменитому Павлу Судоплатову. Были собраны документы, подтверждающие предательство, а трибунал Московского военного округа приговорил Леонида Хрущева к расстрелу. Однако подтверждающих документов в архивах учреждения не найдено. Сам Судоплатов прямо заявлял, что в операции по похищению Леонида Хрущева не участвовал. Более того, лично Сталинам было принято решение считать Леонида Хрущева погибшим при выполнении боевого задания, а не пропавшим без вести. В тех условиях это имело важное значение для политической карьеры НС Хрущева, исключало возможность компрометации одного из членов советского руководства данным эпизодом. По другим версиям, в плену Леонид Хрущев перешел на сторону немцев. И его не выкрадывали, а обменяли на немецкого военно-пленного. Сторонник этой версии Н. Хатимский писал, обмен состоялся. Но как установили работники КГБ, когда Леонид Хрущев находился в фильтрационном лагере меньше чем больше чем в плену он вел себя плохо меньше чем больше чем по совокупности совершенных преступлений Л. Н. Хрущев военным трибуналом был осужден и приговорен к расстрелу. Сторонники версии расстрела полагают, что борьба с культом личности Сталина была со стороны Хрущева местью за сына. Как сообщил сын Леонида Хрущева, поисковые отряды сделали важную находку. Брянские поисковики обнаружили обломки самолета, идентичного тому, на котором летал отец, приблизительно на месте его последнего боя. Найдены и останки летчика, вернее, его обмундирования. Они соответствуют официальному списку предметов одежды. В которой был в последнем полете Леонид Хрущев. Возможно, и в самом деле Леонид Хрущев погиб так, как погибли во время войны многие тысяч не столь знаменитых солдат и офицеров. Этот файл создан незарегистрированной версией программы Русак, фирмы Bizetsoft. Зарегистрированная версия не вставляет таких сообщений. Продолжение следует... Продолжение следует...